Итак, сборная России по итогам 15-го дня Олимпиады Брио в неофициальном медальном зачете поднялась с пятой на четвертую строчку, вернулась на четвертое место, которое, кстати, уже никому не отдаст, никто из преследователей не сможет завоевать больше золотых наград, чем у нас уже есть на сегодня, 17. Ну а всего же у нас пока 53 медали, вот по итогам предпоследнего дня Россия пополнила свою копилку этими четырьмя золотыми и серебряными медалями. Золото принесли еще раз, давайте повторим, женская гамбольная команда, пятиборец Александр Лисун, борец вольного стиля Абуларашид Садулаев и еще одно золото у художественной гимнастки Маргариты Мамуны в личном многоборе, и второе в этом же виде стало Яна Кудряться. Вот такое вот резюме. А досрочную победу в зачете одержала сборная США. Итак, в последний день Олимпиады будут разыграны 12 комплектов. Вот по традиции мы сейчас расскажем, за кого нам сегодня предстоит болеть. Но по порядку, по хронологии, в 14.30 по московскому времени вольная борьба. С Асланом Рамонов выступит в весовой категории до 65 килограммов, а Анзор Бултукаев до 97. Рамонов начнет в квалификации с канадцем Асланом Вераносом Гарсией, а Бултукаев в 1-8 финал встретится с украинцем Валерием Андрейцевым. В 15.30 нас ждет волейбол. Мужской сборной, увы, не удалось отстоять титул олимпийских чемпионов. Напомню, наши уступили бразильцам 0-3. Это был реванш за Лондон. Бразильцы хозяева Олимпиады одержали эту победу. Вот сегодня матч за третье место с американцами, которые, кстати, в полуфинале проиграли испанцам. Нам тоже надо брать реванш. Ведь когда мы в последний раз играли со сборной США, это была мировая лига, то проиграли 3-0. В 5 вечера начнутся соревнования по художественной гимнастике, определятся сильнейшие в групповом многоборье. Тут мы вправе надеяться на медали самой высокой пробы, ведь это наш вид спорта. Три последних олимпиады в командных соревнованиях мы никому не отдавали. В квалификации сборной России немного уступила Испания, но финал, как говорится, есть финал. Вот совсем другая история, да и успех Маргариты Мамуна и Яна Кудрявцы, конечно же, будет вдохновлять. В половине седьмого вечера маунтинбайк. Ну вот что мы знаем о наших видах спорта, давайте признаемся, что практически ничего не знаем. В России в гонке кросс-кантри будет представлять не просто спортсмен, но и путешественник, любитель экстремальных видов спорта, экстремального отдыха Антон Синцов. Конечно же, мы болеем за него. Вот еще могу добавить, что Антону 31 год. И, конечно же, бокс. Вот, пожалуйста, все внимание за поединком, который начнется в 2015. Миша Алоян в финале весовой категории до 52 килограммов встретится с серебряным призером азиатских игр, вице-чемпионом Азии Шахабидином Заировым. Он из Узбекистана. Миша трехкратный чемпион России, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира, олимпийского золота у него еще нет. На играх в Антоне у Миши была бронза, на этой олимпиаде как минимум серебро. И, конечно же, вся наша поддержка ему с надеждой на золото.